Ну что, мои дорогие, всем привет! Сегодня мы поговорим про стиль. Это, знаете, как тот случай, когда энергопсихологу немножечко, даже, знаете, есть такое слово плохое, стрёмненько, немножечко стыдненько рассказывать про стиль на своём канале. Но так как данная тема актуальна, давайте, поехали! Вы очень часто спрашиваете, Аня, как вы завязали таким образом платок, что он красиво смотрится? Имеется в виду, я сейчас говорю про большой-большой палантин. На самом деле, я понимаю, почему такой возникает вопрос, потому что сложно его как-нибудь так интересно завязать специально, чтобы он смотрелся круто, стильно и так далее. Что произошло в моём случае? Я специально его не завязывала. Это получилось совершенно случайно. И я с огромной радостью, наконец-то, с вами поделюсь. В общем, что нам нужно? Нам нужно, сейчас я отойду подальше, соединить идеально ровненько, сделать вот такую вот косыночку, соединить основание нашего платка. Дальше. Я выполняю сгиб. У меня платочек уже такой старенький, Louis Vuitton, ниточки обтрёпанные, но я его всё равно продолжаю носить, потому что он тёплый, и мне очень классно подходит этот цвет. Я его вообще люблю. Этот цвет, видите, как у моих ногтей. В общем, мы сделали вот такой сгиб. Дальше. Вы сейчас поймёте, почему это произошло случайно. Потому что я беру и этот платок завязываю таким образом, чтобы мне было тепло. Этот способ произошёл только из-за теплоты, да? Обратите внимание, я ставлю не чётко по центру, а немного его смещаю, получается, в левую сторону. Дальше. Подобрала. Перевернула. Ну, я ж не стилист, поэтому я не знаю, как правильно. В общем, левую часть в правую сторону. Правая часть у меня перебрасывается вот таким образом. И всё. И я обычно вот этот хвостик убирала, и вот так вот я ходила на улице. А потом что я делала? Я делала вот так. Хоп. И вот этот принцип всегда вызывал бурю какого-то сумасшедшего восторга. И мне все спрашивали, Аня, как вы завязываете так гениально платок? Ну, в общем, вы теперь понимаете, да, что гениальность здесь, это вот когда, ну, какие-то случайности поистине рождают новые решения очень интересные и классные. И всё. Вот, вот, собственно, всё. Вся красота. Плюс мне очень нравится, когда волосы именно остаются сзади, да, под платком. я распределила, и вот так я всегда нахожусь там, если, не знаю, в машину забежала, сняла, и красиво всё завязано. Вот. Такая технология, она идеальна со всеми платками. У меня два есть платка от Эрме, от Эрме, и они более плотные. Они, конечно, невероятного качества, нет ни одной зацепки, в отличие от Луи Витон. Вот. Естественно, платки Эрме стоят гораздо дороже, но они полностью стоят и оправдывают свои деньги, потому что, сейчас я вам скажу, они были приобретены в Париже лет так 12 назад. Просто вот вдумайтесь, 12 назад. Давайте я вам их покажу. Сейчас я к вам вернулась. Вот в таких двух оттенках. Здесь смотрите, как обработан край, да, это всё ручная работа и не очень красивая. Так, сейчас я вам покажу. Первый платок. Та-дам! Вот такая вот красота. Где-то здесь ещё остался. Вот. 65% каши мира, 35% шёлка. Ой! Плохо видно? Вот. 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 Он шикарный. Качество просто изумительное. Вот я, мне непонятно, да, вроде бы же и здесь должно быть классное качество, но почему он весь в зацепках? Ну, весь. Я не знаю, насколько это видно, но вот такие вот штучки, вот, видите? они просто... Это такая маленькая зацепка по всему платку. Вот такие штуки. В общем, это качество... Нет-нет-нет. Больше я Луи Ветон. Но опять же, знаете, как у меня было два платка в светлых тонах, которые сношены были просто до ужаснейшего состояния. И вот именно после этих двух платков я сказала, что больше я такое качество покупать не буду. Где у нас здесь вперед? Сейчас мы найдем... В общем, второй вариант. Вот такой. И он, конечно, и по качеству невероятный. Видите? Идеальный. Просто идеальный. Такая идет. Вот. В общем, эти платки, они сумасшедшие по качеству и носить мы будем точно так же. Сейчас я вам покажу. Продемонстрирую. Жих! Падаем. Так. Соединяем. Я еще таким образом соединяю, чтобы у меня надпись. Надпись красивая была. И сам узор красиво смотрелся. Так. Вот так его сейчас делаем. Так. Стилисты, наверное, все это делают как-то быстро. Вновь я делаю сгиб. Сместила. Обратили внимание, да, с левой стороны у меня немного, с правой стороны большое количество полотна. Вновь немножечко подсобрала наверх. В правую сторону. Обкрутила себя. все. Все. красиво. Здесь можно немножечко вот так вот выпустить. Я оказываюсь в тепле. а затем распределила и красота. Вот. Вам понравилось? Пишите. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. Сейчас буду уже убегать из дома. Но очень хотелось с вами поделиться, потому что отвечать, конечно, на каждое сообщение в директ. Анечка, покажите, как это? Как это он так лежит? Что вы для этого делаете? Конечно, возможности нет. А теперь все знают. Люблю, целую, обнимаю, жду вашу обратную связь.